Ли не лечить долготерминовых наступств чарнобырской катастрофы, то относить Брагинский район до экологично несприяльных нелька. В оселеке Бразии в плане наведения парадку на земле, иншим регионам ничем не соступаем. А тому и увага контролёров не только по шагу порушений у природоохонных и санитарных законодавств. У акционерного товариства Брагинка, например, размова об тем, как примусить людей заховывать культуру на земле. Один раз стоишь, звалку кажуть, можно ликвидовать, але коли она возникает знову и знову, есть подстава задуматься над методами керавництва. Я всегда говорила, что есть кнут и есть пряник. Нужно уметь работать и с тем, и с другим, но не перегибать кнута, потому что пряник может потом не исправить. У Ксуп Брагинский основная увага сегодня. Подрактовцы техники, коли кажуть, теплые надворы будут триматься и далее, то у другой полови соковика можно будет начинать работу на палетках. Неких значных зауваг до культуры в творчестве тут, до речи, так само нема, а вось на элементы доброупорядкования увагу звернули. Малая архитектурная форма сегодня это обоисковый элемент ферм и мягдваров. Подоходит еще и старый трактор 70-х годов и фонтан с русалкой. Фонтан, правда, зараз не працует, а русалка до места. Разом с тем контролеры означают, по куль природоохонное законодавство выполняется не усюды. Сирот наибольш значных проблем, так званное специальное водокористание, в свой час на территории Гомельской области пробурили клят трех тысяч сведровин. Некоторые пришли уже у непригодность, некоторые працуют, а для часто незаконно. На сегодняшний день в Гомельской области более 200 предприятий сельхозхозяйственного значения и разрешение на водопользование, на специальное водопользование отсутствует у 59 предприятий в целом по области. В том числе, если вот по Брагинскому району, такое разрешение отсутствует у одного предприятия. Проблемой можно лечить и наявность ферм, побудованных у 70-80-х годах. Узводились они под тагочастные, а зараз уже состарелые технологии. Теперь тут и в плане охоты природы есть питание, и в плане створения нормальных умов для работы и отпочинку працующих. У некоторых господарков спробуете нечто изменить, а лишь мат, где спосылаются на отсутствие необходимых сродков. Если недостаточно помещений, чтобы разместить те же санитарно-бытовые для работающих, то иного способа, как их построить, не существует. А это требует значительных финансовых вложений и решений уже на уровне именно власти.